Есть еще кто-нибудь, Владимир Владимирович? Да. Здравствуйте, Рожковский. Будем завершать выступление. Хорошо. Здравствуйте, Рожковский. Слушаем тренер России. Тренер последних олимпийских чемпионов. В 2002 году. Как выступил товарищ Швечников, мой товарищ уже многие-многие годы. Я думаю, что мне тоже надо что-то сказать. Но я, честно говоря, не хотел о больших шахматах говорить, потому что это дело техники. Ну да, были мы чемпионами. Я считаю, что и остальные могли быть чемпионами, но не повезло. Вот. Может повезет вот в этом году. Ну и потихонечку я ушел в детские шахматы. Благодаря нашему бывшему губернатору Эдуарду Эргардовичу Россуеву мы создали Уральскую шахматную академию. Она была одна из первых. В России некоторые даже... Даже мы думали, что, учитывая, что там могли построить здание, мы вообще были бы первые в мире. Вот. Но, к сожалению, долгострой у нас до сих пор продолжился. Связано это только с тем, что то место, которое нам вначале выделили мэр города Чернецкий, Ну, некоторые переиграли, в том числе Эдуард Эргардович увлекся. Вот. Аркадий Владимирович приезжал к нам камешек выкладывать. Давно уже это было. Камешек уже давно этот выкинули. И то место, которое нам давали раньше, оно на мне записано там на 50 лет, чтобы я там... Там мы будем строить академию. Нет, ну, вот. Значит, в общем, честно говоря, я из больших шахмат ушел в детские шахматы. И не жалею ни капельки. Вот. Значит, по поводу нашей академии. Ну, у нас область, так скажем, непростая. Мы подросместерам, наверное, третьи в стране, после Москвы и Питера. Вот. Тренерский состав у нас очень сильный. Раньше у меня все просместеры были, пока не было кризиса. Работали в тренерах и все мастера наши. Вот. Но, что-то был кризис. И вот, как сказал Анатолий Васильевич, наш председатель федерации, президент федерации, значит, на самом деле объемы финансирования резко снизили. Вот. И мне пришлось некоторых наших ребят уволить. Как говорится, ну, они к этому отнеслись объективно, без всяких схох. Я говорю, лучшие времена настанут, я вас всех верну. Потому что, ну, так я поставил себе задачу вырастить в ближайшее время новых Карповых, Каспаровых, Калсенов и так далее. Вот. Задача очень сложная. Вот. Анатолий Абрамович Быховских и хочет. Но они вырастут скоро, ты пока тренером являешься, но в этом. Значит, что я хотел сказать еще по поводу, к сожалению, вот, ну, это и в прессе писалось, что со сменой губернаторов у нас были большие трудности. Вот. Мы забыли, что такое шахты, потому что футбол, хоккей, футбол. Сейчас мы планируем появление нашего нового губернатора, уебавшего Евгения Владимировича, если его, он большой любит шахматы. Мы надеемся, что наконец-то будет Уральская шахматная академия построена. У меня буквально за неделю для его назначения был разговор с ним, и он очень любит шахматы. И он, как и странно, дал распоряжение губернатору, которого, как говорится, увозили, чтобы он срочно находил деньги на финансирование нашей академии.